Два дня, три директора. Слишком быстро развивались события в аэропорту Манас с 3 декабря. Пресс-служба воздушной гавани едва успевала сообщать общественности, кого назначили главой аэропорта. Прежний генеральный директор Эмир Чукоев написал заявление по собственному и распрощался с коллективом, который, к слову, весьма тепло его провожал. На его место поначалу назначили Абдемалика Басруманкулова. Человек этот далеко не с улицы. Как выяснилось, давно работает в аэропорту. Последнее время главой дирекции инфраструктурного развития. Ну а все эти аргументы остались незамеченными на фоне того, что он приходится братом Эмильбеку Басруманкулову, ныне занимающему должность заместителя руководителя аппарата правительства, родом Басруманкуловой из села Каракульджа Оржской области. Уже на утро исполнять обязанности он перестал. И на его место назначили Мирлана Бегалиева. И он в аэропорту давно, с 2002 года. Последнее время возглавляет бешкекский филиал УАО «МАМ». Но его назначение раскритиковали еще сильнее. В кыргызском сегменте интернета стали говорить, что он приходится сватом Камчи Кульбаеву. Вроде как дочь последнего вышла замуж за сына Бегалиева. Впрочем, молодым, как говорится, совет да любовь. Но общественное возмущение по поводу такого родства посодействовало его скорому уходу с этой позиции. Но как бы там ни было, двое суток турбулентности в воздушной гавани коснулись лишь менеджмента. На работе предприятия это не сказалось. Со вчерашнего дня там уже постоянный руководитель Нурлан Акматов. Мы работаем в штатном режиме и все так же. Там никаких, что бы то ни было бы аэропорт, это стратегические объекты. Мы же принимаем всегда. Мы работаем 24 часа в сутки. У нас сотрудники посменно работают. Поэтому у нас и сменные начальники. Мы работаем в штатном режиме. По каким параметрам подбирались все кандидатуры и каких преобразований ждать от нового руководителя узнать так и не удалось. Шумиха с назначением директора, развернувшаяся на просторах интернета, показала, что люди следят за тем, кто и как управляет государственным имуществом. И что им не все равно, кого назначат на ту или иную должность. Несмотря на то, что форма предприятия частная, акционерное общество, главный акционер государства в лице фонда по управлению государственным имуществом с госдолей в 79,1 процента акций. Еще 8,5 процентов принадлежат соцфонду. Но фуги почему-то комментировать дела в подведомственном предприятии сочли невозможным. Словно их представители в совете директоров и не их вовсе, а сами по себе. Кстати, секретарь фонда, прибывший на заседание в парламент, тоже лишь констатировал факт, что в аэропорту новый председатель правления. Остальное не в его компетенции. Аэропорт – одно из немногих доходных госпредприятий. По данным фуги, выручка за прошлый год составила 4,2 миллиарда сомов. Через эту гавань свершается почти 32 тысячи рейсов в год, перевозя 3,5 миллиона пассажиров. Поэтому, по мнению депутатов, руководитель аэропорта – должность более чем важная. И тот фарс, что случился при назначении руководства аэропорта, показал, что у правительства нет основательной кадровой политики. Почему никто не объяснил, почему Чукуева убрали? Надо же было хоть как-то обосновать, что послужило причиной его ухода. Может, он какой-то план не выполнил или что? Вот если бы были пояснения, то народ бы понял. А так в срочном порядке собрались, поставили другого. А вдруг выяснилось, что он уроженец села Каракульджа. А его брат – заместитель руководителя аппарата правительства. Тут же на утро его и убирают. Ставят второго. Не успели о нем сообщить. Уже назначен третий. Вся эта ситуация показала, что в правительстве творится кадровая чехарда. Эмир Чукуев сумел показать неплохие результаты на должности председателя правления. Занимал ее последние три года. До этого отвечал за авиационную безопасность и режим на объекте. К авиакции отношения не имеет, как, собственно, и новый руководитель Нурлан Акматов. Но и на этого выходцы из таможенной сферы возлагают не меньшие надежды. Одну ночь поменяли двух руководителей, потому что поставили человека, возможно, он достойный, но то, что он родной брат заместитель какой-то аппарата правительства, и, насколько я знаю, общественность возмутилась, и к утру решение было изменено. Это говорит о том, что роль общественного мнения начинает все-таки влиять. И постепенно мы придем к тому, что назначения кадровые должны сопутствовать, быть безупречными в глазах общественности. Там не обязательно должен быть летчик. Это же аэропорт, это же не все летомные, там же это сервис, это же обслуживание, это же подготовка и осуществление вылетов, прием посадок и так далее. А по нынешней, уже сегодня, которую кандидатуру озвучили, Нурлан Акматов, я могу лишь сказать, что, будучи руководителем таможенной службы, он успешно справлялся со своей должностью, сборы увеличились. Правление ОАО «МАМ» руководит не только аэропортом «Манас». Акционерное общество управляет 11 аэропортами. Пять из них международные – «Манас», «Ош», «Тамчи», «Каракул» и «Баткен». Остальные ориентированы на внутренние рейсы – «Джалалабад», «Исфанак», «Кербен», «Казарман», «Нарын» и «Талас». Плюс два законсервированных аэропорта – в Челпанате и Козылкие. Елена Яковлева, Нурбек Апаров, НТС.